Данный ролик вышел при поддержке группы Silence Design. Они предоставляют множество дизайнерских услуг, веб-дизайн, оформление социальных сетей, дизайн логотипов и многое другое. В данный момент у них работает 6 дизайнеров, которые готовы выполнить ваш заказ в любое время. Также в фотоальбоме представлена часть работ каждого из дизайнеров. Ссылочку найдете в описании. Сегодняшняя тема мне кажется особенно интересной, потому что мы поговорим про единорога из мира мобильных технологий, а именно POCO F2. Слухов о нем есть великое множество, и начались они в конце 2018 года, когда показали первый POCO FON. Однако на сегодняшний день появилась действительно актуальная, свежая, интересная информация, которая, возможно, подтверждает выход устройства в этом году. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, там я расскажу о самом главном аргументе в пользу выхода устройства в этом году и предоставил его не Абыкто, а глава компании POCO. А если вам интересны новости из мира технологий, рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы быть в курсе выхода свежих видосов. Меня же зовут Кирилл, вы на канале Копипаста, поехали. Для начала давайте совершим небольшой экскурс в историю. Август 2018 года запомнился всем любителям техносферы действительно ошеломляющей новостью. Компания Xiaomi и ее саббренд POCO показали просто потрясающую вещь. Устройство, которое начинено самым флагманским железом всего за 300 баксов. На тот момент все восприняли эту новость крайне скептично, и никто не верил, что за такую сумму можно получить такие технические характеристики. Однако время все расставило на свои места. И за 300 баксов мы действительно получили кое-что, ну, действительно невообразимое. Диагональ экрана устройства составила 6,18 дюймов с разрешением 1080 на 2246 пикселей. Процессором выступил на тот момент актуальный флагманский Qualcomm Snapdragon 845. Устройство получило 6 или 8 гигабайт оперативной памяти, а встроенной было 64, 128 или 256. Причем 8 гигабайт оперативной памяти было только в конфигурации 256 постоянной. При этом, если вам постоянной памяти было маловато, то в устройстве был комбинированный слот, который позволял расширить память с помощью карты microSD. Аккумулятор устройства имел емкость 4000 мАч, что довольно ощутимо на тот момент, да и сейчас, в общем-то, неплохо, и поддерживал быструю зарядку в 18 Вт, что, надо сказать, довольно мало на сегодняшний день, с одной стороны. С другой стороны, как там ребята из Купертино поживают, поверьте мне, неплохо так. Можно было бы и получше, конечно. Основная камера POCO F2 состояла из двух сенсоров на 12,5 мегапикселей, а фронтальная получила сенсор от Samsung на целых 20 мегапикселей, что, ну, да, действительно ощутимо. Из коробки устройство работало на MIUI 9, и сейчас, судя по новостям, обновилось до MIUI 10, так что актуалочка там стоит самая настоящая. И все это звучит, как просто идеальное устройство 2018, 2019 и 2020 года. Однако, есть один нюанс, который лично для меня довольно ощутимый. POCO F1 не было NFC-модуля, то есть, никакого Google Pay, Google Pay и Google Pay там, в общем-то, тоже не завезли. Я уже неоднократно говорил, что на сегодняшний день свою жизнь без мобильных платежей я не представляю. Именно поэтому без NFC-модуля смартфон я бы не купил никогда. Однако, вот интересный вопрос. А как вы относитесь к NFC-модуля и вообще к мобильным платежам в целом? Пользуетесь ли ими или можете обойтись без них? Напишите об этом в комментариях. Возможно, я один такой, кому это так сильно надо. С другой стороны, я понимаю, почему Xiaomi не поставили NFC-модуль свое устройство. Несмотря на то, что он стоит доступных денег, должны быть ключевые преимущества других актуальных плагманов компании. Иначе, зачем покупать Mi 8 или Mi 9, если есть POCO F1? Кстати, такую надпись, наверное, можно на футболке напечатать и с ней довольно смело ходить. О первоисточнике всех этих хайпов и новостей мы вспомнили. А теперь давайте поговорим о том, что же известно о его наследнике, о POCO F2. Стало известно, что Xiaomi работает над созданием еще одного производительного смартфона. На этот раз речь идет о модели POCO F1. Компания уже подала документы, необходимые для регистрации соответствующего товарного знака. Согласно информации и заявке, устройство получит название POCO F2, что вполне логично. Ну а если учесть, что запуск первого устройства POCO F1 состоялся вскоре после презентации торговой марки, можно ожидать, что модель второго поколения также будет анонсирована уже в скором времени. И скорее всего устройство будет фигурировать под двумя разными названиями на разных рынках. POCO F2 в Индии и Pocophone F2 во всем остальном мире. Но и это еще не все. Есть еще один более весомый аргумент в пользу выхода POCO F2 в этом году. Однако давайте начнем с технических характеристик. Предположительно устройство получит 6,3-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. По крайней мере так говорят актуальные на сегодняшний день рендеры. Процессором POCO F2 может выступить либо Qualcomm Snapdragon 855, либо уже зависит от даты выхода Qualcomm Snapdragon 865. На мой взгляд, если устройство покажут совсем скоро, то может быть 855-й дракон. А если покажут, как и прошлогоднюю версию, где-нибудь в конце лета, то наверное 865-й будет гораздо актуальнее. По оперативной и постоянной памяти никакой магии особо ожидать не стоит. Скорее всего будет ситуация точно такая же, как в POCO F1, а именно 6 или 8 гигабайт оперативной памяти в зависимости от постоянной. А самой постоянной будет либо 64, 128 или 256 гигабайт. И если в первом поколении Pocophone использовался Т-память UFS 2.1, то тут, возможно, мы можем получить 3.0, что было бы весомым аргументом в пользу этого устройства. А аккумулятор, судя по слухам, прокачают совсем немножечко, и мы получим 4100 мАч, что и так, в общем и целом, довольно неплохо. Ну, пойдет. И учитывая все эти технические характеристики и предполагаемую цену в плюс-минус 300 долларов, мы можем получить настоящего убийцу, 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 убийц всех флагманов. И если предположить гипотетическую ситуацию, когда у вас в кармане есть 300 долларов, и вы хотите купить себе какой-то смартфон, то для вас просто не будет лучшего варианта, чем рассмотреть POCO F2, ну, либо какой-то бэушный прошлогодний флагман. В общем, POCO F2 все равно интереснее будет. А вот теперь переходим к самому сладенькому и интересному. Не так давно в Твиттере один из поклонников бренда POCO F2 или POCO спросил у Алвина Ц, а что там вообще с POCO F2 происходит? Он живой там, не живой, будет ли вообще? И на это глава POCO F2 ему ответил, что стоит ждать больше информации про POCO F2 в 2020 году. Ну, скрестим пальцы, ждем, надеемся. Пока все это звучит крайне обнадеживающе, и мы действительно рассчитываем на офигенно крутой телефон в 2020 году. Если POCO F2 в этом году действительно выйдет, то 2020 год станет просто какой-то меккой потрясающих и интересных технологических решений. Ну, ждем, смотрим. Я думаю, что Xiaomi в принципе вполне себе могут это сделать, тем более время уже пришло. А каким вы видите идеальный смартфон за 300 долларов? Что бы вы в нем хотели получить? Какие технические характеристики вам важны? Может быть вы хотите прям супермощный процессор, но при этом готовы пожертвовать качеством камеры? Или наоборот, вам нужна какая-то очень крутая камера, но, например, оперативной памяти можно не доложить? Расскажите, напишите об этом в комментариях. Я с радостью все прочту, а на самое интересное, как всегда, отвечу. При этом самое приятное, что вы можете сделать на сегодняшний день, это подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы прям приятно было. Да и лайк этому видео влепить можно. При этом не забывайте заглянуть в описание, там есть ссылочки на Инстаграм и Телеграм. Очень крутые штуки туда постим. Меня же зовут все то же самое, но в два раза дешевле. Вы были на канале Копиепаста. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok